Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели и гости аудио-видеоблога на платформе YouTube врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение материалов из трудов четвертой сессии Украинской психоневрологической академии в городе Харькове под редакцией профессоров Юдина и Гольденберга. Напечатано в Харькове в 1935 году в количестве или тиражом в одну тысячу экземпляров. Это ничтожнейший тираж. В данной аудио-видео статье речь пойдет о статье Н.П. Татаренко из Харькова из 4-й психиатрической клиники директор-профессор Е.А. Попов Института клинической психоневрологии директор-профессор Т.И. Юдин Украинской психоневрологической академии. Профессор Е.А. Попов – будущий действительный член Академии медицинских наук СССР. Ну, уже после войны. А в 1935 году он был директором 5-й психиатрической клиники этого института. Значит, роль эндогенного фактора в экзогенном психозе. Кстати, вот предыдущая статья, она в какой-то степени соприкасается с этой. Там другое – эндогенные психозы и влияние инфекции на структуру, на их структуру. А тут, наоборот, роль эндогенного фактора в экзогенном психозе. То есть, скажем так, если там влияние экзогенного фактора на эндогенный психоз, то здесь, наоборот, влияние эндогенной предрасположенности на экзогенный психоз. Так, происхождение и значение в картине экзогенного психоза тех черт, которые обычно называются конституциональными или эндогенными, как мы видим, это одно и то же. А я добавляю и генетически, это будет еще лучше. Генетическое предрасположение. Различно оценивается разными авторами. Так, если Майер Гросс и Эваль склонны думать, что в экзогенном психозе происходит обнаружение, раскрытие, эндгюлинг, эндгюлинг – это демаскировка, так переводится, характера, то Ланге считает такую точку зрения переоценкой роли эндогенного фактора в экзогенном психозе. Я все-таки придаю решающее, вот я лично придаю решающее значение, конечно, эндогенным факторам, эндогенной предрасположенности. Экзогенная, это, скажем так, она имеет такую типичную картину, это в основном делир, это в основном аменция, спутанность, это в основном страхи и так далее. Потому что страх почему? Человек не понимает, вот что с ним происходит. И оно кратковременно. Экзогенный фактор действует кратковременно. Интоксикация, инфекция. А эндогены – это стабильный, это фактор, который, в общем-то, передается из поколения в поколение, и он присутствует с самого рождения. Так. Значит, сам Ланге склонен даже в таких, казалось бы, в своей картине преимущественно конституционально или эндогенно обусловленных заболеваниях, как психогенная шизоидная реакция, придавать значение не столько особенностям преморбидной личности больного, скажем, шизоидности в данном случае, сколько экзогено обусловленным соматическим фактором, истощению, легко ведущему к психической диссоциации и так далее. Многие авторы придерживаются такой точки зрения – эндгюлинг дес характер, то есть снятие маскировских характера при хронических болезнях, в особенности при лягочном туберкулезе, Есой, Каляртиш, Штерн, Эверсбуш, Гаутер, Амрайн, Шнайда, Бруханский и Дамае. Бруханский – это русский автор. Эвольд, впрочем, полагает, что такого рода обнаружение характера в экзогенном психозе происходит только в случаях мягких или начальных форм. Он, в общем, присоединяется к точке зрения шпехта о том, что малые дозы яда вызывают эндогенные формы реакции в том смысле, что они в первую очередь поражают чувствительные к ядам вегетативно-аффективные аппараты. Сам Бонхефер и отчасти Штерц придают наличию нетипичных черт – маниакальных, депрессивных, параноидных и так далее, в картине экзогенного психоза значение конституциональной надбавки. Ну вот, то есть, то, что мы говорим. Значит, что типичное, еще раз повторяю, для экзогены? Это делир, это галлюцинации, это анероидные, ну, это и есть галлюцинации, анероидные, значит, состояния, это аменция, то есть спутанность в широком смысле этого слова. Ну, естественно, и человек испытывает страх перед этим делиром, перед этими галлюцинациями непонятными, особенно спутанность, понимаете? Потому что при шизофрении сознание ясное, там оно нарушено мышление, а сознание ясное. Человек ориентируется в пространстве, во времени, в обстановке, в себе лично и так далее, и так далее. Ну, вот правильно они говорят, что сам Бонхефер и отчасти Штерц придают наличию нетипичных черт, маниакально-депрессивных, параноидных. В картине экзогенного психоза значение конституциональной надбавки. Бирнбаум также считает их конституциональной патопластикой. А Рюдин и Мегендорфа полагают вообще еще всякая вредность, способна вызвать действия и только наследственно обусловленные механизмы. Ну, это не совсем так. Это не совсем так. Но, в общем-то, естественно, каждый яд, обладающий психотропным каким-то эффектом и действием, конечно, он может и в состоянии сам вызвать типичную картину. Но, все-таки, это типическая картина. Она, естественно, меняется от эндогенной конституциональной предрасположенности к тому или другому психозу. Так, читаем дальше. В то же время Мегендорф высказывается в пользу возможностей локально-анатомического проезжения таких, казалось бы, конституционных, черт, как параноидные в картине экзогенного психоза. То есть, для экзогенных психоз паранойя не типична. Я еще раз повторяю, что для экзогенных, то есть, то, что, значит, возникает в результате внешнего воздействия, яда, инфекция, это там тоже яд, там температура и другие факторы травмы, оно сопровождается именно делирием, то есть, эти вот галлюцинации слуховые, зрительные, вот, аныроид, это тоже, так, значит, аменцией, нарушением, острой спутанностью, вот. И, естественно, вот эти две предыдущих, скажет, описанных сейчас мной, не описанных, а упомянутых мной факторов, они действительно вызывают растерянность пациента. Почему? Потому что он спутан, шизофреник, он не теряется, он живет в своем мире, мышление у него нарушено, оно искреблено, оно какое-то извращенное, но он четко ориентируется, он не спутан, абсолютно не спутан. Он знает, где он находится, какое время, что он делает, что он из себя представляет. И другое дело, что у него искаженное понятие, значит, окружающей действительности, нарушенное, да, себя самого, но, но он это все представляет. То есть, он находится, скажем так, в ясном понимании того, где он и что он делает. Из наших авторов большое значение конституциональным моментом в структуре экзогенного психоза придает А.И. Ющенко. Это украинский психиатр, в свое время работал в этой академии, вот, Ющенко, а и Ющенко, который, впрочем, не отрицает при этом и значение специфических особенностей яда. Ну, так понятно, а кто будет отрицать? Конечно, яд обладает специфической, каждый яд обладает своей спецификой. Полагаю, что разнообразие картин экзогенного психоза обуславливается сочетанием свойств личности и экзогенной бредности. Совершенно верно. Скажем так, вы знаете, я вот раньше, ну, еще несколько, может быть, лет тому назад, понимаете, я думаю, о, какие все умные, какие все умные, какой я ничтожный, я не имею права иметь свое собственное мнение. Вы знаете, а вот начав чтение и освежив памяти, значит, вот этих всех великих, я их так, это большие психиатры, все, которых цитируют, которые пишут, там изредка попадаются, скажем так, ну, скажем, нормальные люди. А это все величины мирового значения. Вот. А вот сейчас я читаю, вот, вот, когда я начал на канале YouTube зачитывать, вот, эту литературу, я освежил свои памяти. Вы знаете, я смотрю эти все великие, эти все корифеи. Каждый из них имеет свою точку зрения. Понимаете? Каждый из них имеет свою, вот, точку зрения. Даже сейчас, вот, я прочел, там одна группа считает, нет, ведущая роль принадлежит, значит, экзогенным факторам, а какая-то часть, значит, психиатров, тоже больших, отечественных и загруничных, зарубежных, считают, нет, что экзогенный, значит, он имеет, там, но все-таки, все-таки, ведущая роль принадлежит эндогене. И я подумал, думаю, а почему мы, нормальные люди, нормальные люди должны стесняться? Почему мы не имеем права иметь свою точку зрения? Вот я ее и высказываю. Я считаю, я считаю, что ведущим является Конституция, ведущим является эндогенное, ведущим являются гены, это все одно и то же. Все остальное, экзогенное, оно все падает на эту эндогенную почву. И как? Я люблю всегда сравнение. Как, вы понимаете, особенности, несмотря на то, что гены, вот гены, да, гены в растении, они имеют, они неизменные. Значит, томат, он, скажем так, всегда останется томатом. Но! Но! Томат, выращенный, предположим, на одной почве. Вот я работал в Каменко-Днепровском районе после окончания института Запорожской области. Чем отличался этот район? Там песчаные почвы. Там очень быстро все созревает. Значит, там огурцы это было. То есть, там люди были богаты еще в советское время. В 68-м году я там, с 68-го по 71-й или по 70-й работал. Значит, там были богачи. Почему? Потому что специализировались, значит, с Камиблаговещенкой, там, значит, на огурцах. Обводенное, нововводенное. Вот. Там еще знаменка. Вот. Они специализировались на выращивании томатов. Так вот, вы понимаете, все-таки, во-первых, там были ранее и огурцы, и томаты. Ранее это всегда гораздо дороже, чем тогда, когда обычные. Но и наверняка они имели какие-то и вкусовые. То есть, от почвы, от почвы, зависит и, конечно, еще и качество. Вкусовое, так. Может быть, даже химический состав, там, того больше, того меньше. Там минералов, там, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот точно так же и здесь происходит. Скажем так, да, действительно, экзогенный яд, экзогенное, значит, там, это воздействие, оно имеет какую-то специфику, свою специфику. Ну, вот, как томат и огурец, да? Ведь мы же его не спутаем, огурец и томат, например, с кабачком, да? Огурец с кабачком, да? А томат, там, я даже не знаю, с чем, с арбузом, да? Они разные имеют. Но, но, в зависимости от той почвы, на которой они произрастают, вот, то ли быстрее, вот, все-таки и имеются какие-то, видимо, небольшие все-таки изменения и отличия и в качественной стороне, вкусовой, аромат и так далее, и так далее. Вот то же самое и тут происходит. То есть, экзогенный яд действует, значит, специфически, он вызывает делирий, но вот нюансы этого делирия, преобладания, вот, понимаете ли, вот, а оно зависит от того, на какую почву оно упадет. На шизофреническую, на маниакально-депрессивную, на тревожную и так далее, и так далее. Вот, что я хотел сказать. Это вот мое мнение. Поэтому я все-таки, я все-таки, значит, понятно, что в экзогенном психозе, без экзогенного фактора психоза не будет. Экзогенного психоза. Вот. Но я могу вам сказать, что и без эндогенной, скажем так, эндоген, без эндогенной наличия вот этой почвы, так, не будет возможной и психоза. Почему? Потому что, скажем так, вот цепной тиф. Сколько людей переболевает цепным тифом? Сколько людей употребляет алкоголь? Сколько людей употребляет наркотики? Вопрос, да? Очень много, очень много. А ведь не все же имеют психоз. Не все имеют делирий. Далеко не каждый алкоголик страдает белой горячкой. Или деме, это вот делирием пременс, тременс, да, дрожательным этим параличом, деменцией. Эй, прошу прощения, этим делирием дрожателем. Понимаете? Не каждый. Кто-то из алкоголиков страдает циррозом печени, кто-то из алкоголиков страдает... Так вот, почему так? А кто-то... У кого-то нервная система, полиневропатия. У кого-то, я уже говорил, и панкреатит возникает. Почему? Потому что вот почва, почва, у одного почва это психика. Вот она генетически. Вот поэтому там он алкоголь и проявился в виде делирио-тремен. А у кого-то почва это, значит, печень. Вот печень слабая. Вот она, она конституциональна. У этого будет цирроз печени. У третьего будет слабая или какая-то своеобразная почва в нервной системе, периферической. Отсюда будет и полиневропатия. А у кого-то поджелудочная железа. Вот какие взаимоотношения. Скажем так, нет экзогенных, без экзогенного, но и без психоза, я имею в виду, и без предрасположения эндогенного. Также, как если нет эндогенного предрасположения, это моя точка зрения, то экзогенный фактор не сработает. Или сработает в очень легкой форме, какой-то латентной и так далее и тому подобное. Ну, вот так вот. Так, читаю дальше. При ряде различных ядов, имеющих свойство давать более или менее избирательно анатомическое поражение центральной нервной системы, например, СО, окись углерода, как будто бы не отмечено большого значения конституциональных особенностей. В этом отношении интересные данные о действии ртути на центральной нервной системе, Вольфовского и Е. А. Попова, которые отмечают, что при наличии индивидуальной разницы в степени чувствительности к яду, в клинической картине выраженных случаев конституциональные черты не играют заметной роли. Тоже отмечают и Шестакович, погибка и другие при атропиновом отравлении, литургические энцефалиты, лечении леченной и леченной малярией, прогрессивный паралич, помешанных с шизофреноподобными картинами, открыли, так сказать, новую страницу в истории значения эндо- и экзогенных симптомов при экзогенных заболеваниях. Свою точку зрения я уже высказал и повторять не буду. А теперь будем знакомиться, что вот в этой статье указано. Здесь также, впрочем, произошло разделение мнений по двум основным линиям локализационно-анатомической, преимущественная обусловленность воздействия яда на анатомические системы, это Эрстман, Вильдермуд, Клауде, Ниро, Карьере, Ратт и Самугиль. И экзогенно-конституциональный преимущественная обусловленность структурной личности Ботструм, Текей, Фиша, Петрович и другие. Впрочем, некоторые из запоминанных и упомянутых авторов Карьере, Ратт и Самогиль, и другие признают здесь различные возможности. Так, последние авторы предполагают, а, такие случаи, где встречаются два болезненных процесса, например, прогрессивный паралич помешанных или энцефалит у шизофреников, где экзогенный болезненный процесс подражает эндогенному, локализуясь в местах специфичных для последнего или распространяясь с их типичных для себя мест поражения. В пользу воззрения Шпехта Эвальда говорят интересные с расстройством случаи геморрагического энцефалита, давшие в начале заболевания до появления грубых максимных расстройств. Различные клинические картины – Тулузы, Маршан, Шиф – эти случаи не противоречат, однако, положению, что эти первоначально страдающие механизмы являются конституционально наиболее чувствительными, а потому и поражаются в первую очередь. Иначе выглядит дело в тех случаях, когда эндогено-конституциональные черты окрашивают в свои тона все заболевания. В целом, и создают такой яркий фон для патологических черт экзогенного или органического происхождения, что вся картина психоза приобретает совершенно нетипичный вид. Если в случаях шизопрена подобных картин экзогенного психоза, можно предполагать, что дело сводится к локализационным особенностям процесса, говорить о шизоидной форме реакции, как об общей форме реакции мозга на различные вредности, бумка и так далее, а истерические симптомы, например, трактовать как убикватные, представляющие наиболее общечеловеческую форму реакции на самые различные раздражители, то случай, где картина экзогенного психоза носит выраженный маниакальный характер со всеми типическими его особенностями, имеет, по-видимому, несколько иное объяснение. Экзогенная эйфория, эйфория – это мания, представляет не особенно редкий симптом при различных органических заболеваниях мозга, тумор, интоксикациях, инфекциях. Классическим примером экзогенного маниакального состояния является лёгкое алкогольное опьянение, а я вам скажу ещё больше, экстази, психостимуляции, психостимуляторы. Они дают, в общем-то, экзогенное маниакальное состояние. Коротковременно. Но оно также наступает обычно от незначительных доз яда, к тому же и не у всех людей. Что касается эйфории при других интоксикациях, инфекциях и грубых поражениях мозга, то она, как правило, не сопровождается другими чертами маниакального состояния и часто представляется единственный и нетипичный симптом его. Исключение составляет маниакальная форма прогрессивного паралича помешанных, где, по крайней мере, в начале все компоненты маниакального состояния являются более или менее гармонично выраженными. В вопросе о причинах и механизме этого явления также нет единобразия мнений и теория конституциональной обусловленности маниакальной формы прогрессивного паралича помешанных также является одной из многих, хотя и довольно распространенной попыткой ее объяснения. Вот так вот, понимаете? Ничего не ясно. А я вам скажу, почему ничего не ясно. Потому что нет четких критериев диагностики. Нет четких. Сейчас, скажем так, проблем же нет. Скажем так, вот делаю проблемы с желудком. Делают гастроскопию, фиброгастроскопию. Осматривают пищевод, осматривают кардию, переход пищевода в желудок, рассматривают желудок, видят все четко, ясно, фотографируют даже, снимки делают. Вот даже часть и 12-перстной кишки. И все, вот что там видят, то и ясно. Поэтому двойного мнения нет, тройного, четверного мнения. Почему? Язва – это язва. Значит, даже могут брать биопсию, и с помощью биопсии говорят, да, это язва, это полип, это злокачественное, это, значит, такого-то типа, такого-то, такого-то. И все. Там нет. Там нет, значит, вот одного мнения, нет второго мнения, нет третьего, четвертого. Почему? Потому что диагностика точно с помощью гастрофиброскопии и при помощи гистологии берется биопсия, вот, и под микроскопом смотрят, значит, какой характер там гистологические изменения. А психиатрии такого нет. Психиатрии, диагностика, скажем так, всегда под вопросом. Она меняется? Нет ни лаборатории, нет ни приборов, которые сказали, вот, этот человек на основании анализа, значит, крови на основании, скажем так, какого-то приборного, аппаратного исследования, скажем так, ну, возьмем МРТ, вот МРТ зелит, да, и, значит, мы получаем заключение, нам пишет радиолог, шизофрения или маниакально-депрессивный психоз, или тревожно-фобическое расстройство, или навязчивое расстройство, или синдром дефицита внимания и гиперактивности, или синдром Жильда-Ля-Туретта. Тя, нет такого. Поэтому, естественно, естественно, вот, особенно в таких тонких моментах, как, скажем так, что же первично, или что более важно, эндогенная, конституциональная предрасположенность, или яд, вводимый извне. Вот вам и простое объяснение. Поэтому, все-таки, когда, вот, это я обращаюсь уже к слушателям, когда вы слушаете, вы должны сделать эту разницу, маленькую скидку, и не сравнивая психиатрию, современную психиатрию, с современной, скажем так, с другими современными отраслями медицины, где имеется и аппаратная, и лабораторная, и гистологическая, вот, даже гистологию, возьмем мы, значит, при психиатрии, значит, гистологию, да, вот, она нам не поможет поставить диагноз, ну, разве что, в случаях, с болезнью Альзхаймера, да, или там опухоли, вот, и все. Но нам не поможет гистолог, даже если мы сделаем, скажем так, эту пробу, да, возьмем, в мозг, ну, и что? Она нам не позволит поставить этот диагноз. Вот, неврологии, да, мы можем сделать ликвар, мы можем посмотреть, там, кровоизлияние, если кровь есть, кровоизлияние, если реакция Вассермана-ликвара, значит, сифилис, значит, нейроэ, сифилис и так далее. А все остальные заболевания, нам этого, все, абсолютно нет у нас, на чем мы можем базироваться. Поэтому, естественно, тут спекуляций очень много, и каждый высказывает. Поэтому, я позволяю себе тоже высказать свою точку зрения. Вот, вот я и высказал, что с моей точки зрения, ведущая роль, в любом случае, принадлежит эндогенному, конституциональному, генетическому, унаследованному фактору. Остальное вторично. Так, читаю дальше. Экзогенная эйфория представляет не особенно редкий симптом при различных органических заболеваниях мозга. Это я читал. Туморах, интоксикациях, инфекциях. Вот. Что касается эйфории при других интоксикациях, инфекциях и грубых поражениях мозга, то она, как правило, не сопровождается другими чертами маниакального состояния. И часто представляет единственный и нетипичный симптом его, нетипичный, маниакального. Вот. Приведенные нами данные, конечно, не исчерпывают, а только демонстрируют всю сложность вопроса об участии эндогенового фактора в структуре экзогенного психоза. Поэтому всякий случай, помогающий выяснению механизмов появления эндогенных черт в картине экзогенного психоза кажется нам заслуживающим внимания и изучения. Нам удалось наблюдать разновременно два случая, которые, несмотря на разницу в возрасте больных 16 и 51 год и в характере экзогенной вредности оки с углеродой и брюшной тип показали в значительной степени сходную картину, толкование которой может идти, как нам кажется, из одного и того же источника. Случай первый больной С.Л. 16 лет происходит из неотягощенной семьи. Отец 65 лет в данное время страдает артериосклерозом, характерологически представляется эпилептоидным и шизоидным психопатом, соматически небольшого роста, астенического с атлетоидным чертами сложения, мать 59 лет, небольшого роста, пикнического сложения, добрая, ровная, спокойная, хорошая хозяйка, физически здорова, последние годы плохо слышит. Брат-матери диспластик, с преобладанием пикнических черт, практик, хорошо устраивающийся в жизни, в семье, шесть живых детей, старший сын, преимущественно пикнического, с фенфальтильными чертами сложения, веселый, общительный, прекрасно приспособленный в жизни, хорошо устраивающийся, пользующийся хорошим отношением людей и хорошо его использующий, старшая дочь, астенического, с инфантильными, атлитоидными чертами сложения, добрая, заботливая, самоотверженная, раздражительная, усердная в работе, впечатлительная, тяжело изживающая свои комплексы, в речи и работе, наклонок к детализации, вторая сестра, живая, общительная, возбудимая, раздражительная, инфантильно-пикнического сложения, считается истеричкой, третья сестра, преимущественно пикнического, с атлитоидными чертами сложения, спокойная, добрая, заботливая, аккуратная хозяйка, общительная, но сдержанная, младший брат 15 лет, отлитоидно-остынического сложения, способный, добрый, самоотверженный, впечатлительный. Ну, вот, видите, взятые, модные, уже тогда не так модные, но за несколько лет до этого, значит, работы, скажем так, этого Крещемера, немецкого психиатра, значит, в его известной произведении «Строение тела и характер», «Керпобильдинг и характер», вот, знаете, у Фрейда было другое, анальная энотика и характер, аналэротик и характер, а тут вот, вот, видите, вот они и указывают, то есть, автор указывает, значит, вот в этом, в кречмеровском духе, ни у кого из членов семьи не отмечается периодических колебаний настроения, то есть, циклоидности нет, наш больной с 16 лет, выше среднего роста, сложение инфантильного, с пикническими чертами, пикник – это кто больше в ширину, чем в рост, это такие полные люди, ширококосные, круглолицые, веселые, это циркулярный тип, вот, в структуре скелета истощен этот больной, о котором описывает, телосложением и характером напоминает старшего брата, который в юности также произвел впечатление худощавого, а в зрелые годы стал выраженным пикником, больной очень общительный, живой, одаренный юноша, считается талантливым студентом, художественного техникума, готовит картину к выставке, имеет много приятелей, успех в работе, пользуется популярностью у товарищей, скажем так, экстраверт, циклоид, несколько эгоистичен, но внешне достаточно мягок, всегда в повышенном настроении, это вот гипертимность, энергичен, инициативен, с родными, несколько раздражительен, заболел в августе 1931 года брюшным типом, на третьей неделе, когда температура начала спадать, но еще держалась на довольно высоких цифрах, 38-39 градусов Цельсия, больной, которого в течение всего предыдущего периода, проходившись температурой до 40 градусов с десятыми, не было заметных психотических явлений, стал оживлен, начал много говорить, вставать с постели, петь, танцевать, проявлять повышенную инициативу, то есть появились маниакальные черты. Помещенный в инфекционную больницу, там продолжал быть в выраженном двигательном возбужении, при достаточной ориентировке в мессии и лицах, высказывал бредовые идеи паралитического типа. Он великий писатель, при прогрессивном параличе помешанном, там идет вот мания величия. Он великий писатель, заработал 5000 рублей, ему дают квартиры в доме писателей, он излечит всех больных, он весит 5,5 пудов, чувствуя себя страшную физическую силу, двигательное возбуждение после падения температуры на четвертый день психического заболевания. Стало меньше, но речевое типа идеинфлюк, то есть, наполнение, заполнение, идеи, идеи, они крутятся, это тоже все маниакально. Все время держалось. Взятый домой, больной, много ходил по городу, приходил к знакомым, заводил новые знакомства, тратил деньги, делал долги в счет своего громадного в кавычках заработка, не мог сосредоточиться на работе, жаловался на головную боль. Вот клиника маниакального, маниакального возбуждения, классическое. При исследовании обнаружена не вполне точная ориентировка во времени, путая даты, события, недостаточное запоминание, слабость критики в отношении себя, окружающих и нелепости в картинах и тестах, счет с ошибками, обязанными расстройству комбинирования и внимания, легкая корригируемость бреда, легкий отказ, сан грандиозной бредовой идеей и попытку перевести ее на рельсы реальных возможностей. Ну, буду весить пять с половиной пудов, ну, заработаю пять тысяч рублей и так далее. Явные затруднения в осмышлении сложных комплексов. Настроение все время повышенное, легко переходящее в раздражительное, это тоже типично для мании, значительно реже вслезливое. Двигательное, облегчение, ускорение ассоциативного процесса и расстройство настроения шли все время параллельно друг к другу на всем протяжении болезни. Помещенный в спокойную обстановку, вдали от семьи и знакомых, в условиях усиленного питания и пребывания на воздухе, больной поправился физически и психически в течение трех недель. Причем исчезновение психотических симптомов шло параллельно физическому улучшению и прибавке в весе на шесть фунтов. Шесть фунтов это два килограмма четыреста грамм. После успокоения в течение пяти-семи дней наблюдалось состояния эмоциональной гиперэстетической слабости, некоторое затруднение в осмышлении, запоминании и счете, которые затем выровнялись, острое сознание перенесенного заболевания, восстановление личности до прежнего уровня без характерологических изменений, наблюдение последующие три с половиной года. Случай второй больная Т.А. 51-го года поступила в клинику 23 мая 1930-го года. Анамнез со слов больной по выздоровлению подтвержденный сыном происходит из неотягощенной семьи, из родых, зная только отца и мать. Отец ученый, садовод, был суровый, сухой человек, от семьи держался далеко, часто бывал в клубе, играл в карты, с женой жил хорошо. Был среднего роста, но крепкого, широкого сложения, умер от паралича сердца. Мать скорее высокая, полная, с мягкими, красивыми чертами и хорошим цветущим видом. Была, по словам больной, хорошим, добрым, ласковым человеком, ангелом во плоти. Была учительницей музыки, очень ласковой с учениками, была отзывчивой к людям, помогала бедным. Умерла от аборта в возрасте 35 лет. Больная единственный ребенок в семье, рождение в срок, развитие правильное, в детстве корь, мензе с 15-го года, сначала неправильные, затем выровнялись и идут нормально. Учиться начала в 6 лет, затем училась в гимназии, все давалось ей очень легко. С 17 лет окончила гимназии, поступила на высшие курсы по историко-филологическому факультету, вышла замуж в 19 лет, с мужем жила хорошо, хотя он и был тяжелого характера, себя характеризует как веселую, живую, общительницу, общительную, любительницу всего нового в литературе, искусстве, общественной жизни, стойко переносила тягости в жизни. Из 6 беременностей 5 закончились родами, четверо детей умерло от детских болезней, а один раз был выкидыш от неизвестной больной причины. Первый жив, здоров, ему 31 год, больная служила учительница языкова, была сестрой на войне, где потеряла мужа, затем последние 13 лет работала учительница, семилетки, энергично проводила общественную работу. Кстати, вот тут сказали семилетка, это интересно, я и забыл об этом, видите, ассоциация, значит, я-то 44-го года рождения, вот, и пошел школу, по-моему, в 51-м году, да, в 51-м году, так вот, в то время были десятилетки и семилетки, потому что уже позже, когда я заканчивал школу, значит, было 8 классов обязательно, это минимум, десятые там, значит, как хочешь, по желанию, но 8 классов ты должен был закончить, а вот были еще 50-е годы, семилетка, вот 7 классов, это было обязательный минимум, вот видите, вот такая ассоциация, вот здесь прочел, потому что сейчас нигде не прочел, немало кто знает о том, что были семилетки, так, последние 10 лет мензес идут неправильно, раз в 5-6 месяцев, ну, больной 51 год, наверное, уже климакс приближается, незначительный, в молодости точно не помнит, когда перенесла легкое отравление светильным газом, ну, наверное, ЦО, выразившаяся в головных болях и депрессивном настроении, чувством тяжести в области сердца, заболела во второй раз остро, вернувшись вечером из школы, почувствовала в комнате запах угара, успела только зажечь спичку, как упала без сознания, по рассказам зная, что одновременно с ней и отравились угаром хозяин с дочерью и всех нашли утром, выломав дверь. Больная была найдена без сознания, было сильное кровотечение из носа и рта, и в течение полутора суток пребывания в больнице больная все время спала, взята в кавычки, там была без сознания. Придя в себя, выпила кофа, выкурила папиросы и пошла домой утром, отправилась на работу, но внезапно почувствовала себя плохо и поспешила к себе, что была дальше, не помнит. По сведениям ее сослуживицы, подтвердившей ее рассказ, больная семь дней была в сумской больнице, где начала высказывать мысли о том, что она выходит замуж, сбрасывала себя белье, бегала голая, плохо ориентировалась в месте и времени, больная среднего роста, астенического с отдельными инфантильными пикническими чертами сложения, пониженного питания, легкие без особых изменений, тонны сердца глухие, кровяное давление 167, остальное беззаметных оклонений, РВ в крови отрицательна, реакция Вассермана, сифилис, со стороны нервной системы, повышение сухожильных рефлексов, трема пальца, бег языка, в остальном без изменений, мимика живая, выразительная, моторика очень живая и адекватная, кстати, вот здесь вот пишет, значит, вот, что сбрасывала с себя белье, бегала голая, так вот, ассоциация, сегодня я консультировал одного больного, вот, не упоминаю ни имя, ни фамилия, где он живет, просто, ни возраст, больной, так вот, кстати, у него, я ему выставил диагноз биполярное эффективное расстройство, и в одной из первых маниакальных фаз, он тоже, у него появилось такое желание раздеться и какое-то время ходить голым, ну, это было, скажем так, в такой пустынной относительно местности, видели ли его люди или нет, он сказать не может, ну, вот, видите, вот такое совпадение, то есть, и тут, конечно, дело идет, скорее всего, о маниакальном состоянии, психический статус, не ориентируется в мессии времени, здесь Москва, она дома, год одиннадцатый, седьмой, месяц, сентябрь, это уже, в общем-то, аменция, память на прошлые события резко расстроена, путает даты, события, людей, вот, запоминание совершенно не удается, больной, амнестический комплекс из девяти слов не запоминает ни одного, не может сказать, кто она, не узнает врача, спутано, обильные конфабуляции, вот, то есть, то, с чего не было, воспринимается, как было, все время в состоянии, легкого двигательного возбужения, инициативно, во все вмешивается, настроение повышенное, чувствует себя прекрасно, мания, мания, у нее масса дела, громадное хозяйство, будет много гостей, требует ключи от своей кладовой, собирается приготовляться к прибытию гостей, и тому подобное. чрезвычайная эмоциональная живость, легкая откликаемость на все, что происходит кругом, добродушно, охотно говорит с другими, больными, развивая перед ними свои хозяйственные планы, типично для мании, планы, планы, причем планов громадео, наполеоновские планы, осмышленное расстроение, расстроенное осмышление, ряд последовательных картинок не может связать, ограничиваясь описанием деталей, в рассказах плохо улавливает нелепости. Такое состояние длилось месяца три. Потом постепенно стали выравниваться память, осмышление, ориентировка в окружающем, с большими провалами памяти об остром периоде болезни в клинике. Настояние продолжало оставаться повышенным, эйфория, энергия и инициатива несколько уменьшились и приобрели целенаправленный характер, уход за больными, помощь персоналу, речевое возбуждение стало меньше, живость сохранилась. По словам сына, больная всегда такая. Сын больной очень походит на нее физически, производит впечатление гипоманиакального субъекта. Через шесть с половиной месяца, через полгода, больная выписалась без заметных расстройств интеллекта, с некоторой слабостью памяти, в прежнем повышенном настроении, скажем так, гипертимность. Через месяц больная и ее сын прислали письмо, в котором сообщили об окончательном восстановлении больной, о том, что она вскоре думает приступить к работе. Вот такие два описания. Трактовку сейчас будем читать. Что дает нам анализ приведенных случаев? Вопрос. Прежде всего, общую для обоих больных параличеподобную картину заболевания, резче выраженную во втором случае форме, напоминающей маниакальные формы прогрессивного паралича, ну, видите, маниакальные, резко повышенное настроение при двигательной инициативе и активности в ускоренном темпе представлений при отвлекаемости внимания. При этом маниакальный синдром во всех своих компонентах красной нитью проходит в картине заболевания, придавая ей особое специфическое выражение. В обоих выше приведенных случаях грандиозные бредовые идеи, например, являются по своему механизму родственными таковым и при прогрессивном параличе помешанным, а именно обязанными расстройством интеллекта на фоне резко повышенного настроения. Так, сейчас я хочу включить, чтобы видеть себя. Так, если бы дело шло о мягких или начальных формах экзогенного психоза, то мы могли бы трактовать их с точки зрения Шпекта Эвальда. Если бы дело шло о постепенном водействии яд на мозг, яда на мозг, то в смысле трактовки крепили на, то мы могли бы его связывать с темпом действия яда. Однако во втором случае отравление произошло сразу, по-видимому, в значительной дозе и быстрым темпом, что явствует из тяжести общих явлений. В первом случае заболевание разыгралось также на третьей неделе, то есть на высоте болезненного процесса, когда трудно было бы говорить о малых дозах яда или постепенном действии его на мозг. Кроме того, грубые массивные явления, расстройство памяти, осмышления, несмотря на их существование, не затемнили выраженного маниакального фона, не смыли эндогенной окраски заболевания. Ну, мания – это эндогенное заболевание. Возможность комбинации маниакально-депрессивного психоза с экзогенным психозом в наших случаях кажется нам маловероятной. Комбинация маниакально-депрессивного психоза с экзогенным. Значит, с точки зрения автора маловероятна. Особенности личности больных, как и некоторых членов их семьи, явно укладываются в чистую циклоидную конституцию. Циклоиды. Туда-сюда. В довольно выраженной форме. И с этой стороны, как будто предположение о наличии маниакально-депрессивного психоза кажется более или менее допустимым. Кстати, и сын гипоманиакальный, вот последний больной, от мамы получил. Но параллелизм в течении эндоэкзогенного психоза, то есть они параллельно шли. Их одновременное окончание при дезинтоксикации организма от поразившего его яда, параллелизм соматического и психического улучшения при ведущей роли первого, все это говорит против подобного предположения. То есть, что это был маниакально-депрессивный психоз. Но даже если бы его и считать правильным, то все же надо признать причинную связь между эндо- и экзогенным психозом в наших случаях в том смысле, что экзогенный психоз выявил эндогены, находившиеся в скрытом виде. Раз и самогий. Самогий. Понимаете? То есть, отравление, значит, там инфекция, да, брюшной тип, инфекционный яд, вот здесь отравление угарным газом, вот оно, значит, что спровоцировало, что, скажем так, если до этих заболеваний, значит, их никто не считал, находящихся в эндогенном, так, или там маниакально-депрессивном психозе, то вот этот экзогенный яд, да, отравление угарным газом, брюшной тип, вот он спровоцировал, спровоцировал, значит, находя, значит, эндогенное заболевание, находящееся до этого в скрытном, таком, латентном состоянии. Однако в нашем случае, повторяем, такое предположение является маловероятным. Нам представляется значительно более правоподобным, что при наличии выраженной гипоманиакальной конституции, это эндогенный фактор, у наших больных экзогенный яд привел в действие, вернее, усилил конституциональные особенности больных в такой степени, что они получили выраженное болезненное проявление. Однако, действие яда не ограничилось усилением эндогенных черт, а пошло глубже, вызовав типическое, органическое, экзогенное проявление. Почему же, однако, последние не смыли выраженного конституционального фона? Вероятно, потому, что эти конституциональные элементы являются резко выраженными, заостренными, и личность больного в такой степени, что не теряет своей выразительности и на фоне экзогенных патологических черт. Я, например, лично считаю, позволю себе высказать свою точку зрения, что, скорее всего, экзогенный момент спровоцировал, таки спровоцировал. Вот они там говорят, что первая вероятность, вторая, третья, но маловероятно в данном случае, и так далее. А что вот якобы, почему экзогенный тип реакции не преобладал, потому что вот эти яды, да, СО и так далее, они, значит, настолько выражены и сильны были, что на передний план, значит, значит, вышли, скажем так, вот эти эндогенные черты. Ну, понимаете, видите, тут один скажет так, другой скажет так. Вот вам психиатрия. Имеет ли это значение? Думаю, нет. Почему? Потому что лечения не было, лечение было одно и то же, на самом деле все кончилось, и первый, и второй больной стали здоровыми и продолжали. Так что практического значения нет. Но я вам хочу открыть маленький секрет, что те времена, когда не было медикаментов, да, когда не было медикаментов, когда терапия была нуль, нуля, как говорил профессор Расселима, вот, и, конечно, психиатрия, психиатрия, врачи-психиатрия, в смысле, они мало что могли сделать для больного. Поэтому испражнялись, испражнялись не в смысле в туалете, а упражнялись и испражнялись в чем? Вот в таких вопросах, то есть, заходили в эту тонкость, значит, что тут, как тут, какой патогенез и так далее, лечить все равно нечем было. Вот это особенность тогдашней психиатрии. Поэтому во всех статьях, значит, которые я зачитываю, там, кроме клиники, клиника, это интересная вещь, клиника не меняется, вот клиника, я читаю, с удовольствием. А вот потом идет обсуждение, вот обсуждение, вот оно, понимаете, вот оно, вот тот сказал так, там может быть это, там может быть и такое, а может быть такое, на самом деле это не имеет никакого большого значения. Вот они считают, вот автор это считает, а я, например, прощаю это, считаю вот так, что это такие действительно эндогены и экзогены, 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 скажем так, процесс, он потолкнул, он спровоцировал, он обострил, он вывел, вывел из компенсации, вот, и сделал декомпенсированный вот этот эндогенный процесс, вот и все, понимаете, вот так, то есть, тогда все имели, вот и этот автор, он не относится к великим, хотя может быть, не знаю, Татаренко, может быть, он потом, по-моему, стал и директором этого института, уже после войны, что-то я так смутно вспоминаю, вот, но дело не в этом, понимаете, вот и все, то есть, это такая, понимаете, вот такой схоластический спор, скорее схоластический, значит, однако, в нашем случае, повторяем, такое предположение является маловероятным, еще раз, нам представляется значительно более правоподобным, что при наличии выраженной гипоманиакальной конституции у наших больных, то есть, эндогенного предрасположения, экзогенный яд, СО, брюшно-тифожный яд, привел в действие, вернее, усилил конституциональные особенности больных в такой степени, что они получили выраженное болезненное проявление, однако, то есть, по сути дела, они признают, что да, действительно, из латентной формы, экзогенный, значит, яд привел к клинической форме, вот, они же это признают, вот, привел в действие, вернее, усилил конституциональные особенности больных, в такой степени, что они получили выраженное болезненное проявление, однако, вот, возражение действия яда не ограничилось усилением эндогенных черт, а пошло глубже вызовав типические органические экзогенные проявления, да, оно и должно быть, естественно, там смесь, то есть, там идет эндогенная, вот, она превалировала, но яд, который обладает специфическим, он, так сказать, специфическим воздействием на какие-то анатомо-физиологические или анатомические части центральной нервной системы, а кроме того, обладает какой-то специфичностью, значит, он и должен быть, чему спор, значит, спор только один может быть, и он, в общем-то, и решен, с моей точки зрения, что конечное экзогенное, оно влияет на эндоген, оно его провоцирует, и оно примешивается к эндогенам, то есть, получается, как бы комбинация, смесь, и оно, естественно, несколько изменяет картину, вот вам и все, а лечение все равно будет, вот, если поступит такой пациент, мы его будем лечить антипсихотиками, естественно, дезинтоксикацией, в случае, вот, скажем так, инфекции, да, вот, там, скажем так, в случае отравления СО, обязательно, конечно, метаболики, проведем нейрометаболическую терапию, но обязательно антипсихотик в остром периоде, так, почему же, однако, последние не смыли выраженного конституционального форма, объясняю, значит, что они спрашивают, они имеют в виду, почему не преобладали экзогенные реакции над эндогенами, вот, они спрашивают, вероятно, опять, видите, вероятно, не точно, вероятно, потому, что эти конституциональные элементы, то есть, склонность, значит, циклоидность, да, вот, элементы являются резко выраженными, заостренными в личности больного в такой степени, что не теряют своей выраженности и на фоне экзогенных патологических черт, ну, и что дальше, ну, так протекает, они более выражены, естественно, что если бы они были слабее выражены, то превалировали бы, наверное, экзогенные реакции, опять, я повторяю, может быть, делирий появился бы, да, может быть, появилась бы аменция, какие-то элементы аменции и тут были, вот, и так далее, понимаете, вот и все, а поскольку они предполагают, вероятно, если бы, да, вероятно, то есть, вот такое сослагательное наклонение, почище, вот, значит, вот и все, это не точно, то есть, вывод, можно сделать один, я еще не закончил это ощущение, что, конечно, экзогенные будут влиять на эндогены, а эндогены будут влиять на экзогены, это несомненно, если чисто эндогены заболевания, без эндогены, то есть, эндогены без экзогенового дополнения, то она будет протекать в одной форме, а при наличии экзогенового дополнительного фактора, она может протекать по-разному, оно может протекать с преимущественным, вот, временным каким-то, значит, на период активации этого яда, преобладанием экзогенового фактора, это первая возможность, вторая возможность, оно может, значит, протекать, если эндогенный фактор намного сильнее, он будет преобладать, вот, над, а может быть, может быть, может быть, будет в равной степени, 50-50, значит, иметь место и эндогены, и в равной степени, и экзогены, и проявления, вот вам и все, то есть, спор, я не знаю, почему, и для чего это все, интересным во втором нашем случае является сообщенный больной факт, что на легкое отравление светильным газом она реагировала легкой же степенью депрессии, то есть реакцией, хотя полюсное ее обычное состояние, значит, полюсное, а у нее обычно маниакальное, гипоманиакальное состояние, она отреагировала депрессией, и тому, что мы наблюдали в нашем, более тяжелом случае, интоксикации, но лежащей в пределах ее конституционального регистра, то есть маниакально-депрессивной, склонности к психозам этим. Мы полагаем, что наши случаи, допускает предположение, вот уже, видимо, идет заключение, что при выраженных конституциях, выраженных эндогенных факторах, стоящих уже на границе патологии, преморбидная личность, больного дает себе знать в экзогенном психозе, достаточно ясно, даже если дело идет о яде, имеющем более или менее избирательное отношение к определенным участкам нервной системы, Вот такой вывод. Наши случаи, кроме того, еще лишний раз показывают, в какой мере схематично и доступно возражениям и поправкам учения об экзогенном типе реакции Бонгефера, и, как правы его критики, и в частности Кляйс, который остроумно замечает, что Бонгефер допускает для всех вообще экзогенных вредностей то свойство, которое он не допускает для каждой из них в отдельности, именно специфичность. Ну, вот такая черта. Вот я ее прокомментировал. Она, конечно, больше представляет интерес с клинической описания, а в плане что там и как там, и объяснения. Это теоретизирование, понимаете? С моей точки зрения практического врача. Потому что перед практическим врачом всегда стоит практическая, четкая задача. Чем бы пациент не страдал, страдает ли он шизофренией, чисто эндогенами, симптомами или экзогенией, скажем так, ну, делириозным, да, этим вот, делирием алкогольным там, или атропиновым, да, ну, где-то вот там, значит, атропин или, скажем так, там экстазин наглотался, маниакальное состояние короткое. А там же это мания. По сути дела, человек, который принял экстазин, он находится в добровольной мании, в экзогенной мании. Значит, нам надо, если он действительно вот такой, значит, там, находится в маниакальном состоянии, нам надо подавить. В любом случае мы дадим ему при эндогенной мании или при экзогенной, что там, скажем так, превалирует, мы ему дадим в любом случае антипсихотик. И, может быть, добавим какой-то антиманиакальный нормативник. Всё. Так что, по сути дела, по сути дела, вот, значит, эта статья имеет такое теоретическое, кстати, опять же, она даже, по-моему, и для психиатров нынешних, ну, скажем так, таких, на уровне учёных, на уровне, там, где вот этих теоретиков, да, свадебных генералов, я называю, сильных мира всего, психиатрического мира, понимаете, тоже небольшой интерес, но, может быть, в 35-м году она и представляла и себе интерес. Почему? Потому что, я опять повторяю, я отношу это только к одному. Ну, что тогда, для чего вообще-то существовали тогда психиатры, если у них не было средств помочь человеку? Значит, надо же было и оправдать их существование. Лечить они не могли. Значит, только диагностика, да? Да, диагностика справлялись великолепно. Не хуже, чем сейчас. С моей точки зрения, и лучше. Почему? Потому что всё-таки, всё-таки тогда вообще ничего не было. Ни МРТ, ни, понимаете. Нам надо было дифференцировать. Что там? Инсульт, опухоль, последствия травмы родовой, или вообще какое-то эндогенное заболевание, понимаете, там, менингит и так далее, понимаете. То есть, тогда даже было сложнее диагностировать, чем сейчас. Почему? Потому что, по крайней мере, мы можем минимум, значит, провести, отличия с помощью МРТ, компьютерной томографии, эхо, ЭКГ, ЭЭГИ и прочими-прочими всё-таки от органики и, скажем так, функциональном заболевании, там, неважно какого, эндогеновый или экзогеновый, а тогда этого не было. Значит, тогда это... А самое главное, надо же оправдать, почему мы существуем, почему клиники, почему кафедры, почему наука существует. Вот поэтому концентрация всего шла на теоретизирование, на классифика... Вот классификация. То есть, надо показать, мы чем-то занимаемся. Вот. Сейчас классификации уделяется меньшее внимание. Почему? Ну, всё классифицировано, и всё. Сейчас совсем другая крайность. Сейчас крайность введен с базирующей, базированной, значит, диагностикой и терапией. В основном терапией. Вот. Сейчас все статьи, в основном, они, значит, не так описанию клиническому, не так объяснению, что и как. Вот. А именно какой препарат помогает. Вот. То есть, в жизни. Доказательное, доказательное. Вот, он помогает, всё, значит, мы провели, там взяли 10 тысяч, там 5 лет пролечили, взяли, значит, какую-то контрольную группу, их не лечили, лечили, так, с чем-то там нейтральным, и вот показалось, что оказывается, значит, вот это пробанды, где пробанды, группа пробандов, вот они, значит, там на 5, на 10, на 20, на 30, на 100 процентов, значит, дали положительный результат, а эти не дали. Вот вам и всё, значит, этот МИК-адент, медикамент, значит, должен использоваться, и мы даём в рекоменды, вот вывод практически, а тогда этого не было, медикаментов не было, поэтому в основном выводы шли вероятно, возможно, вот, и так далее, якобы, вот, значит, это всё, то есть, по сути дела, по сути дела, оно, хотя оно тоже имело значение, почему? Потому что экзогенное забавание, оно проходит, а звучит яд, и всё, и всё проходит, эндогенное, оно будет и дальше продолжаться, значит, там тоже было всё-таки какое-то, имелось какое-то практическое значение, вот, но только в этом плане, почему? Потому что, если это был сыпнотифозный психоз, или там алкогольный психоз, то он проходил, человек прекращал пить, у него уже не возобновлялось, обновлялось, то есть экзогенное, а если это был психоз эндогены, в рамках шизофрении, вот, то, естественно, он не проходил, и он продолжался дальше, значит, это кратковременный такой прогноз был, потому что катамность потом показывал, то есть, всё такое катамность, анамность, что было до знакомства с больным, катамность, катамность, что стало с больным, после знакомства с больным, вот, ну, в общем, вот такая вот статья, ладно, видите, я её прокомментировал вам, чтобы всём было ясно и понятно, и даже свою точку зрения высказал, свою, возможно, ошибочную, субъективную, но это моя точка зрения, я имею право, как великие имеют право, так и мы, маленькие люди, тоже имеем право иметь свою точку зрения, это наше демократическое время, и кто может высказать, кто имеет свою точку зрения, тот может и должен высказать, кто не имеет, но тот будет молчать, ладно, и так, я доктор Джордж Горбатов, на этом завершаю чтение этой статьи, и прощаюсь с вами до следующего раза, как всегда, с чувством благодарности, за проявленный интерес, и внимание к этим чтениям, спасибо, и до свидания, и до свидания.